Добрый день дорогие друзья! С вами Дмитрий Черепощук. Рассмотрим самые интересные торговые инструменты на начало февраля. И давайте не затягивать, сразу перейдем к самым интересным инструментам, на мой взгляд, на текущий момент. Итак, нефть. Сейчас, одну секунду, я раскрою немножко, чтобы было вам виднее. Так, нефть, что мы видим? Это новый фьючерс, да, как вы знаете, на московской бирже фьючерс на нефть торгуется один месяц. И потом идет экспирация. Вот у нас новый фьючерс февральский. Вышли из накопления, да, на прошлом разборе мы с вами обсуждали, что это будет очень интересный инструмент, как только мы увидим выход из этого канала. Успешно выход произошел наверх. Смотрите, мы пробили 56.60 и вот теперь стремимся вверх. Куда инструмент может продлиться, никто не знает, да. То есть это может быть и в район 65 долларов, да, за баррель и вплоть до 70. Но всегда нужно нам ставить тейки, да, выставлять математически. Или если вы выставляете по техническим уровням, то есть смотреть на склейки, да, в долгосрок. Я же торгую по математическим тейкам, то есть 3 к 1, 4 к 1, в зависимости от размера стопа. Сейчас смотрится не очень хорошо. Я брал ее еще, сейчас вам на часовике более покажу идейно на этот момент. Смотрите, вчера простояли ухая прошлого дня, да, не пошли. Вот сделали вынос, то есть вынесли всех, кто торговал еще с вечерней сессии, да, кто брал лонг. Вот сейчас вышли выше этой цифры, да, 59. Я бы рассматривал все-таки лонги, но будьте аккуратны, потому что пятница. И дали вот такой хвост, ну, некрасиво, если честно смотрится. Да, все в тренде, да, все хорошо, мы идем наверх, пробили вот это сопротивление, которое у нас вчера не давало нам никак пойти выше. Все замечательно, но вот этот хвост похож на фиксацию, да, некую фиксацию, не говорю о сломе тренда. Но некая фиксация произошла, потому что выходные это всегда риски. Какие-то новости выйдут, то есть крупный игрок не хочет оставлять позицию через выходные, да, чтобы не попасть на некие риски. Поэтому этот хвост и мог быть как раз вот этой фиксацией. Смотрится все вверх, но опять же говорю очень аккуратно с лонгами, потому что пятница, как таковой, день, сказать, откатов, да. Вот есть у нас целая неделя, мы торгуемся, да, идут какое-то направленное движение. Под конец недели обычно идет фиксация, потому что не хочется брать на себя дополнительные риски, поэтому будьте осторожны, но нефть очень смотрится сильно. Так, что по золоту? По золоту тоже очень хорошая картина. Давайте сперва рассмотрим дневной график, да, начнем со старшего таймфрейма. Итак, что мы видим на дневном графике? Опять же, все хаи у нас понижающие, да, мы еще на прошлом с вами разборе в пятницу говорили о том, что золото нужно будет смотреть после выхода. Тоже вчера у нас под конец недели вышли мы из боковика, да, то есть теперь мы знаем, куда это было направление, куда этот был добор позиции или сбор ее в общем. Теперь смотрим на понижение, да, золото смотрится вниз. У нас есть впереди еще уровень, да, мы четко в него ударились. Вчера вышел повышенный объем, да, если вы заметите, то есть это был, не сказать, что очень большой объем, да, здесь вот в паранормальной свече намного больше был, но тем не менее объем выше среднего. Поэтому смотрите аккуратно. Я думаю, что золото нужно смотреть на откате, естественно, чтобы по более выгодной цене зайти в шорт, то есть никаких лонгов пока мы не рассматриваем. При пробое 17.85 будет хороший потенциал, можем пойти ниже, то есть вплоть там до 16.95, да, за унцию. Поэтому смотрите за золотом. Очень хороший инструмент в плане того, что однонаправленно, да, идет с какими-то откатами, с каким-то удержанием. Но если вы торгуете в долгосрок, присмотритесь, но уже после пробоя 17.85, то есть на открытие шортовых позиций. Еще одна такая маленькая закономерность, что я для себя, вы можете согласиться, не согласиться, но я для себя вывел, что золото всегда торгуете по направлению его открытия. Так как на московской бирже торгуется фьючерс не 24 на 7, да, потому что на Форексе есть контракт, да, который торгуется и азиатскую сессию, и европейскую, то есть рынок останавливается только в конце недели. В российском рынке такого нет, да, то есть у нас с ГЭПом открываются инструменты, поэтому вот золото каждый раз, когда оно открывается с ГЭПа, лучше торгуйте его по направлению, куда был ГЭП. Открылись вниз, да, сильным движением торгуем вниз, открылись вверх. Никогда старайтесь золото не торговать. А если мы открылись, например, было сильное открытие вверх, не старайтесь его шортить, потому что вот золото нужно по направлению. Очень такой нековарный, но капризный инструмент, поэтому даже когда красивая точка рисуется, все, все равно старайтесь торговать по направлению движения в сторону ГЭПа. Это сугубо мое наблюдение. Евро-доллар. Евро-доллар тоже мы вчера рассматривали на, не вчера, прошу прощения, в пятницу рассматривали выход из диапазона, да, вот был диапазон, верхняя граница 1.2334 и нижняя, да, 1.2091. Вышли тоже вниз, тоже сам брал позицию, сейчас вам покажу. Вчера брал позицию, здесь я не торопился, потому что очень резко ушли, потом весь день такой запил, побоялся я, честно сказать. Хотя очень красивый уровень, да, все, я ждал все-таки отката, поэтому не брал позицию, взял позицию только вчера, вот на 5-минутном графике, брал от цены 1.2019, закрыл частично уже по 1.1990 и остатком позиции еще сижу. Сегодня вот небольшой откат, посижу, посмотрю, осталось не так много позиций, да, процентов 20 от общего объема, но, поэтому риски сняты, стоп стоит без убытки, поэтому можно посидеть, посмотреть. Даже если вынесут по без убытку, я уже хорошо заработал, поэтому могу себе позволить посмотреть на этот инструмент в долгосрок. Что будет, как будет развиваться, я предположить не могу. Можем, конечно, сейчас я вам покажу, можем, конечно, сходить от ретеста, да, этот уровень, и потом пойти еще на снижение, можем сразу пойти, никто этого не знает, да, это рынок, мы торгуем вероятности, поэтому нельзя сказать точно, но пока смотрится все замечательно, то есть мы попытались от него отбиться, не смогли закрепиться выше и произошел пробой, что показывает, естественно, силу продавца. Поэтому следим, у нас техническая цель этого инструмента вплоть до 1.16, да, здесь район, естественно, будут откаты, остановки, но цель у нас все равно остается прежняя, это что графически. И еще один инструмент, кто торгует московскую биржу, я бы вам не сказал, посоветовал, но тем не менее присмотритесь, присмотритесь к индексу РТС. Смотрите, как у нас замечательно есть отрисованный уровень, он два раза подтверждался, да, вернее, три раза. Сперва он был сформированный, да, от него мы пошли на некий откат на восходящем движении, после чего мы пробили точно так же, как я и говорил, отры, тестили, да, его снизу, посмотрели, что не дают нам закрепиться ниже него, то есть есть покупатель, который интересуется этой ценой, который готов закрывать инструмент все выше и выше, вот, после чего мы пробили этот уровень обратно, сходили вниз, не дошли до нижней границы канала, что показывает, что покупателю неинтересно рисовать график в сторону шорта, да, потому что он может просто не выдержать натиск толпы, которая будет продавать, когда инструмент будет смотреться плохо, и он выкупает, и идем сейчас выше. Поэтому присмотритесь, вот пробой зоны, нельзя сказать, что тут четкий уровень, все равно зоны 142.600, 143.300, прошу прощения, может открыться хороший потенциал, то есть вплоть до 150 можем еще сходить, и тогда уже будем смотреть, пробиваем, идем выше, не пробиваем, значит, этот продавец оказался сильнее покупателя, и опять же мы сходим на какое-то или коррекционное движение, или пойдем ниже данного канала, да, сейчас объясню, какой канал, я имею в виду, это я зону говорил, да, которую мы интересны на данный момент, будем рассматривать налоги, а вот общий канал, то есть вот у нас есть нижняя граница и верхняя, вот это как бы внутренний уровень, но тем не менее он очень сильный, потому что график дневной, поэтому присмотритесь, при пробое может быть хорошее движение по направлению вверх. На данный момент это актуальные, которые я рассматриваю, да, для себя, которые рекомендую вам присмотреться инструменты, но пока будем наблюдать, желаю вам хорошего завершения недели, прибыльных сделок, хорошо вам отдохнуть, да, на выходных набраться сил, и с понедельника уже присматривайтесь на те инструменты, которые я вам порекомендовал. Всем спасибо за уделенное время, хорошего дня!